Всем привет! Это видео о том, как заблокировать на компьютере запуск любой программы или приложения. Запрет запуска программ в некоторых случаях может быть весьма полезен. Так, например, вы можете запретить пользователю использовать потенциально опасные, нежелательные или развлекательные ПО. Запуск компьютерной игры, мессенджера, видеочата или любого другого приложения. Я покажу два способа, как это сделать. С помощью редактора локальной групповой политики или редактора реестра, если у вас домашняя версия Windows, Windows Home. Поехали! Одним из отличий редакции Windows Home от Pro и Enterprise версий является отсутствие консоли редактора групповых политик. Поэтому большинство тонких настроек в домашних редакциях Windows приходится делать не через удобную графическую среду консоли GP-Edit MSC, а через редактор реестра. Что не так наглядно и более рискованно с точки зрения возможности ошибиться и что-нибудь нарушить в системе. Итак, чтобы запретить запуск той или иной программы или приложения на ваш МПК с помощью редактора реестра – запустите его. Для этого нажмите Windows Plus R и в открывшемся окне «Выполнить» введите команду regedit. Детальное видео об инструменте «Выполнить», как его запускать и его основные команды уже есть на нашем канале. Ссылка на ролик будет в описании. В редакторе реестра перейдите в папку «HK Current User Software Microsoft Windows Current Version Policies Explorer» Путь к ней я оставлю в описании. Создайте в папке «Explorer» параметр DWORD 32 бита и назовите его «Dissallow Run» Откройте его и присвоите значение 1. После этого кликните правой кнопкой мыши на папке «Explorer» и создайте в ней новый раздел с названием «Dissallow Run» Перейдите в него и создайте строковый параметр с названием «1» Откройте его и в строчке «Значения» введите название исполняемого EXE файла той программы или приложения, запуск которых вы хотите заблокировать. Например, если я хочу заблокировать запуск командной строки, то я введу здесь «cmd.exe» Если я хочу запретить запуск Google Chrome, то я перейду в папку с установленным браузером и посмотрю название его исполняемого файла. Как видим, это «Chrome.exe» Значит, создам ещё один строковый параметр с названием «2» и значением «Chrome.exe» И так далее. Количество блокируемых программ не ограничено. Заблокируйте хоть все Чтобы параметры блокировки вступили в силу, перезагрузите компьютер Теперь пробуем запустить командную строку и Google Chrome Как видим, они заблокированы. Видео о том, что такое командная строка, как её запустить, а также о наиболее часто используемых командах инструмента есть у нас на канале. Ссылка есть в описании. Чтобы отменить блокировку, снова перейдите к созданным параметрам редактора реестра. И удалите их. Не забудьте после этого перезагрузить ПК. Заблокировать запуск программы, используя редактор локальной групповой политики, намного проще. Для этого запустите его. Чтобы запустить его, нажмите «Windows плюс R» и в открывшемся окне «Выполнить» введите команду «gpedit.msc» В редакторе локальной групповой политики перейдите в «Конфигурация пользователя» «Административные шаблоны» «Все параметры» и найдите здесь параметр с названием «Не запускать указанные приложения в Windows» Кликаем на нём дважды. Включаем его, отметив «Включено» В окне «Параметры» мы можем увидеть пункт «Список запрещенных приложений» Нажимаем «Показать» Он пустой. Кликните в поле «Значения» и как в случае с редактором реестра введите название исполняемого exe-файла той программы или приложения, запуск которых вы хотите заблокировать Приложение может быть абсолютно любым Например, редактор реестра Для этого введём «regedit.exe» или «utorrent» Кстати, если вы не можете найти исполняемый файл нужной программы, так как не все они расположены в папке «Program Files», то сделать это можно так Введите в поиски название нужной программы Видео о функциях и возможностях службы поиска Windows уже есть на нашем канале. Можете посмотреть по ссылке, которую я оставлю в описании Кликните на предлагаемом ярлыке правой кнопкой мыши и выберите «Открыть папку с файлом» Теперь кликните на ярлыке нужной программы правой кнопкой мыши и выберите «Расположение файла» или «Свойства» «Расположение файла» и Windows откроет папку с исполняемым файлом. Как видим в данном случае, это «utorrent.exe» Введём его в редактор локальной групповой политики «Ок» «Применить» Перезагружать компьютер не нужно Теперь пробуем запустить редактор реестра «U-Torrent» Как видим, они заблокированы. Чтобы отменить блокировку, снова перейдите к включенному параметру политики и отключите его, отметив «Отключено» или «Не задано» В результате все блокировки будут удалены. На этом всё, уверен, что данная информация будет вам полезна. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software Всем спасибо за просмотр. Всем пока!